В школьной библиотеке среди множества книг он отдает предпочтение сказкам Салтыкова-Щедрина или произведениям Солженицына. Эту литературу Ян Шандер, ученик 69-й гимназии, читает с удовольствием и даже перед сном. Тоже читает, но не взахлеб, то, что написано на китайском. Иногда читаю новости китайские, ну мне задают, я и читаю. Ну и в принципе литературу, которую репетитор мне выделяет. А из художественного чего-нибудь? Для себя, для души и на ночь? Нет. Почему? Сложновато. Уже 4 года этот парень изучает язык поднебесный самостоятельно и с помощью репетитора. Считает его столь же перспективным, как и английский. Свой уровень знаний китайского по шестибальной шкале Ян оценивает на четверку. Вот, например, иероглиф «хай». Что означает «хай»? Обозначает «еще». Этот же иероглиф пишется абсолютно так же, обозначает, читается «хуань» и обозначает «вернуть». Этот же самый, только в контексте нужно смотреть. А это уже ученик Барнаульского лицея номер 112 Владимир Шурмаров. В этом году в рамках ЕГЭ он тоже будет сдавать китайский. Язык начал изучать по совету родителей, у которых с азиатскими странами связан семейный бизнес. Владимир серьезно задумался о будущем три года назад. В его арсенале на сегодняшний день несколько сотен иероглифов. Могу поговорить на тему спорта, учебы, путешествий. Самые обычные, которые мы в повседневном исключаем. Оба парня в Барнауле задерживаться не планируют. Вова поедет в Питер учиться на Востоковеда. Ян хочет поступить в московский университет и стать дипломатом. Всего желающих сдать китайский в край оказалось четверо. Но по заверению директоров барнаульских школ, родители уже интересуются, когда язык Поднебесный появится в общеобразовательной программе. Ведь по мнению многих, французские и немецкие, которые сейчас преподают в школах, современному поколению не интересны. Но зато есть педагоги, которых, что касается китайского, пока дефицит. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.